Субтитры создавал DimaTorzok Глядя на танкер со стороны сначала не верится, что русло реки Самара может вместить в себя такое массивное судно. Все рассчитано до мелочей успокаивают проектировщики. Святой князь Владимир способен передвигаться как по рекам, так и по Каспию, Черному и Средиземному морям. По безопасности мореплавания и хождения по рекам. Танкер «Святой князь Владимир» – первое судно проекта РСТ-11. Его стоимость примерно 600 миллионов рублей. Танкер полностью собран в Самаре. Его вес – порядка 2000 тонн при длине почти 132 метра. Примечательно то, что двигатель способен неделю работать без дозаправки и при этом доставить почти 7000 тонн нефти или нефтепродуктов до места назначения. Тем самым мы сделаем наши предприятия Самарской области еще более конкурентоспособными. Ведь на таком судне могут возиться грузы по всей России и в том числе страны ближнего зарубежья. На сегодня Самарская область занимает первое место в ПФО и третье по России по объему перевозок водным транспортом. Ежегодно общий грузооборот речных портов составляет более 10 миллионов тонн. Появление в Волжской акватории нового современного судна станет мощным импульсом для развития речных перевозок и судостроения в нашем регионе. Спуск танкера «Святой князь Владимир» – это первая ласточка нового этапа в развитии Самарского речного флота. На торжественной церемонии спуска на воду танкера самарские судостроители получили почетные грамоты от губернатора. Слова благодарности прозвучали и от городских властей. Известно, что Куйбышский район и жители Куйбышского района – это в основном речники и судоводители. Поэтому еще раз поздравляем вас с этим знакомым событием. Желаем семь футов под килем и новых побед. Новое судно осветили священнослужители и подарили владельцам икону святого князя Владимира, в честь которого и назван новый танкер. По традиции, а борт корабля разбили бутылку шампанского. Гарантированный срок эксплуатации танкера – 25 лет. В ближайшее время уже на воде будут произведены работы по укладке кабеля, труб и обшивке внутренних помещений. Примерно через 8 месяцев святой князь Владимир отправится в свой первый рейс. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Реконструкция дороги на аэропорт Курумыч будет завершена раньше назначенного срока. На сегодня объект готов уже на 60%. Отдельные участки будут построены до конца года. По замыслу это будет самый современный трасс на уровне мировых стандартов. Ход работы оценила и наша съемочная группа. Олег Зверев видел, какой будет главная дорога. Машина со стоянки у терминала будет выезжать на разворотную петлю и далее в сторону города с ветерком. Так сегодня рассказывают о будущей автодороге европейского уровня, которая уже через год свяжет аэропорт Курумыч и поселок Волжский. Визитная карточка будет достойно представлять Самарский регион для гостей со всего мира. 7-километровый участок строится по самым современным стандартам качества и прилегающую территорию планируют благоустроить. По две полосы движения в каждом направлении с разделительной полосой трасса до М5 будет полностью освещена. Плюс будет дополнительный съезд на М5 в направлении Тольятти. Ранее существовавшая развязка, но она была не совсем удобная. А в данном случае будет движение полностью канализировано, то есть направляющие барьерные ограждения держащие будут стоять. Дорога на аэропорт Курумыч на особом контроле у региональных и федеральных властей. 15 июля Самару с рабочим визитом посетил министр транспорта России Максим Соколов. Вместе с губернатором они оценили ход работ на объекте. Министр поблагодарил главу региона за особое внимание к развитию транспортной инфраструктуры. Предполагается, что здесь будут обустроены 5 съездов с главной дороги. Наиболее сложный участок – путепровод над железнодорожным полотном. Здесь уже устроена земляная насыпь, установлены бетонные опоры будущего моста, на которые планируется поставить металлические пролетные строения. Общая готовность дороги оценивается на 60%. Многие участки строители завершат уже до конца года. В этом году планируем съезд номер один, он один километр длиной от примыкания к М-5. Это частичная реконструкция, развязки. Полностью 100% его хотим вместе с благоустройством сделать. Потом разворотную петлю, там где мы уже находились, тоже 100% вместе с благоустройством. И здесь подходы к мосту с каждой стороны по 400 метров мы оставляем на следующий год, для того, чтобы высокая насыпь могла отстояться. Эта дорога строится к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Уже этой осенью строители начнут установку пролетных сооружений путепровода. А через год здесь уже будет уложен асфальт. Плановый срок сдачи объекта декабрь 2017 года. Но строители обещают завершить намного раньше. И возможно уже через год машины поедут в аэропорт по новой дороге. Всего же Дорожный фонд области с учетом всех поступлений из федерального бюджета составил небывалую сумму 23 миллиарда 250 миллионов рублей. Олег Зверев, Константин Головин. События. Почти половина тоннелей на развязке проспекта Кирова и Московского шоссе уже готова. На этой неделе строители приступили к бетонированию третьей секции. Работы идут по графику, не останавливаются даже ночью. После реконструкции Московское шоссе будет не узнать. Оно станет шире, появятся велодорожки, полосы для общественного транспорта и две многоуровневые развязки. Со стройплощадки репортаж Валерии Макаровой. Восемь месяцев назад на этом месте стоял штурмовик Ил-2. Сейчас здесь круглые сутки работают несколько десятков людей из строительной техники. Врисовываются очертания многоуровневой дорожной развязки. Сейчас основные усилия брошены на подготовку к бетонированию вот этой следующей секции тоннеля. Она запланирована с четверга на пятницу. На бетонирование одной только плиты фундамента уйдет 1200 кубов бетона. Основные работы по строительству тоннеля и северной рампы строители обещают закончить к осени. В будущем эта современная двухуровневая развязка сможет пропускать 50 тысяч машин в сутки. Но это в 2017 году, а пока прорабатывается новая схема движения транспорта, чтобы строители могли приступить к следующему этапу работ. Сейчас мы разрабатываем схему для того, чтобы начать копать южную рампу, то есть северную раскопали, южную, то есть въезд в тоннель. Сейчас эта схема прорабатывается, обсуждается со всеми органами, согласовывается. Сейчас объект готов почти на 25%. К августу эта цифра увеличится до 40. Ход работ на контроле у губернатора Николая Меркушкина. В свой визит сюда он отметил. В последние годы ситуация с дорогами в Самаре начала постепенно меняться в лучшую сторону. Мы сейчас работаем только с теми подрядными организациями, которые имеют допуск в СРО, применяют только современные технологии и работают на новом оборудовании. Валерий Макаров, Константин Головин. События. Возрождается и Старозагор. Реконструкция бульвара идет полным ходом. Помехой в наведении порядка стали незаконно установленные киоски. Павильоны появились здесь в 90-е годы. И все это время торговые ряды только множились. В последнее время ситуация стала меняться. Киоски начали демонтировать. Подробности в нашем следующем сюжете. Побежден, но не сломлен. Но и это вопрос решенный. Последний из 11 незаконных киосков на улице Старозагора ждет та же участь, что и его собратьев. Его демонтируют, несмотря на отчаянное сопротивление владельцев. Павильон уже отключен от электричества, а значит торговать курами в нем невозможно. До конца недели хозяину придется вывести свой киоск. Либо это сделают силами администрации. Такие объекты не только ведут торговлю без разрешительной документации, но и занимают городскую территорию незаконно, а также мешают реконструкции бульвара Старозагора. Даже те, кто здесь стоял с договорами, с пониманием отнеслись к ситуации, к тому, что будет бульвар, больше здесь не будет торговых точек, и уехали сами. Но вот, к сожалению, еще остаются такие люди. Торговые ряды Шибко также пока остаются на месте. Эта территория находится в частной собственности, и владелец не желает убирать помещение. Специалисты департамента потреб рынка ведут переговоры с собственником, чтобы вернуть эту землю в муниципалитет. Мнения жителей насчет рынка здесь разделились. Но большинство за то, чтобы грязь и антисанитария остались в прошлом. Жителям, конечно, хочется. Вышел сразу из подъезда, что-то купил, что говорить. Потому что сейчас настолько избаловали людей. На каждом, в каждом, внутри квартала, почти около каждого дома, какой-то есть киосочек, где продают, начиная от хлеба, заканчивая всем, что и нельзя продавать. Правильно? Конечно, хотелось бы все это, но должны соблюдаться правила и законы, и нормы, и красота должна. Реконструкция бульвара идет полным ходом. Завезли новый грунт, укладывают плитку, восстанавливают фонтаны. Местные жители каждый день наблюдают за ходом работ и уже предвкушают, как будут совершать здесь ежевечерний променад. К временным неудобствам относятся понимающие. Потерпим, потерпим, если нам обещали до 31 августа все сделать. Но даже если до 31 сентября, а до 30 сентября, мы согласны. Во всей красе открыть бульвар планируется ко дню города. К этому времени он превратится в гордость микрорайона, как и много лет назад. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Больше 9 миллионов рублей направят на ремонт сгоревшего дома номер 19 по проспекту Масленниково. Напомню, сильный пожар вспыхнул поздно вечером 4 июля. Большинство жителей смогли покинуть квартиры сами, но многие не могут вернуться в них до сих пор. Чтобы ответить на вопросы, на встречу с жителями приехал глава города Олег Фурсов. Когда начнется ремонт, узнала Лариса Шалафаст. После сильного пожара крыша дома разрушена полностью и больше напоминает решето. Здесь зияют огромные дыры, через них можно рассмотреть во всех деталях неба. А в подъезде дома до сих пор стоит стойкий запах гари. Огонь уничтожил не только крышу, повреждена и отопительная система. Из-за нарушенной вентиляции в доме отключен газ, нет и электричества. Потолки в квартирах на верхних этажах продолжают протекать. Обвисла плита на откосе у окна, то гляди, рухнет на голову мне. Вода продолжает течь по потолку и там, где оторвано. В другой комнате та же самая история. Все течет. Сколько дождей, столько у нас в квартире воды. В квартирах очень плохо. Я не живу там, но я ходила туда. Все пролито и в подъездах, в подъезд насквозь пролито. Это самый грибок начинает оживать. К ремонту крыши приступят в ближайшее время. Специальная комиссия при городской администрации признала произошедший пожар чрезвычайной ситуацией. Средства на восстановление кровли направят из специального резервного фонда. Мы приняли решение выделить деньги из резервного фонда. Это где-то 9 миллионов 300 тысяч рублей. Для того, чтобы ремонтные работы начать без конкурсных процедур. Закон нам это позволяет. Постараемся, чтобы в четверг, в пятницу к вам уже здесь вышли строители. На время работ жителям окажут социальную помощь. Предоставят помещение для временного размещения. Так как жители есть и с детьми, и приостарелы, Поэтому каждый человек, который обратился сегодня с проблемами по помещению детей, мы сегодня определили, может быть, какие-то семьи вместе с детьми поместить в наше социальное учреждение. Это социальная гостиница. Другой вариант поместить на дневной стационар, потому что есть и больные люди. К решению вопроса подключилось и региональное министерство ЖКХ. Адрес Масленникова, 19, запланирован в программе капитального ремонта на 2017 год. Ранее на общем собрании жители выбрали вид работы ремонт крыши. Сейчас им нужно провести собрание еще раз, чтобы выбрать другой вид работ. Поскольку кровлю вам сделают в этом году по срокам, коллеги подредактируют меня, когда это будет сделано, в этом году будет при наличии набора документов, которые я вам скажу, то есть вы опять проводите общее собрание жильцов. Если нужно, мы туда приедем. Где решаете в рамках капитального ремонта 2017 года провести ремонт фасадов. По предварительным оценкам специалистов, восстановление крыши дома займет не меньше месяца. Выгорело больше 1200 квадратных метров. Теперь здесь нужно восстановить стропильную систему, обрешетку и покрытие, а также отремонтировать систему отопления. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События. Ни денег, ни квадратных метров и весьма туманные перспективы. Так обманутые дольщики сразу шести, так и не построенных домов в Самаре, жили больше 10 лет. Надежда все-таки переехать в новую квартиру появилась 4 года назад, когда на улице Печорской областные власти стали возводить современные дома специально для обманутых дольщиков. И вот еще один дом сдан. Почти три сотни дольщиков получили ключи, которые за это время для них стали буквально золотыми. Светлая, добротно сделана, с удобной планировкой. Квартира хорошая. Вот только ждать пришлось ее целых 13 лет, делится Сергей Егоров. За однушку застройщику заплатили в 2003 году. Через два года стало понятно, квартиры не будет и денег никто не вернет. Достраивать дом мошенники не собирались. Стройка замерла на этапе фундамента. Обманутые дольщики ходили на собрания, пытались отстаивать свои права. Кардинальные перемены произошли 4 года назад. Проблему решили областные власти. Сейчас, конечно, настроение улучшилось, что оно построилось, что можно сделать ремонт и можно начать жить. Ключи от столь долгожданных квартир получает 258 самарцев, которые из обманутых дольщиков наконец перешли в статус новоселов. Этот дом на улице Печорской построили на средства областного бюджета. Новый застройщик возводил высотки ударными темпами. При этом на качество жилья нареканий нет. Все в соответствии со всеми стандартами. Этот дом не единственный. Здесь образовался целый комплекс. Первое здание из четырех секций было сдано в эксплуатацию еще в 2014 году. И здесь уже живут люди. Еще одну секцию планируют завершить к концу этого года. Таким образом, эта застройка решит проблемы почти тысячи обманутых дольщиков. Квартиры строили практически по персональным заказам, чтобы по площади они соответствовали тем, за которые люди когда-то заплатили деньги. Проект здесь нетиповой. Так здесь министерство строительства проектировал под конкретных дольщиков. Я думаю, будет благодарность от людей в адрес правительства. Потому что это момент такой очень многосрочный, волнующий и счастливый для всех, кому раздадут ключи в этом доме. В этих домах будут жить дольщики нескольких проблемных объектов. В Самарской области ситуация действительно стала меняться буквально на глазах. Обманутые дольщики из так называемого первичного реестра – все должны получить жилье в этом году. Все, что делается правительством, конечно, нацелено на то, чтобы решить эту проблему. И граждане, которые пострадали от недобросоветных застройщиков, получили свои жилые помещения. Сейчас мы опять начинаем эту работу с инвесторами-застройщиками, гордом сформированы комиссационные земельные участки, перечень их предоставленных. Вот работа эта будет продолжена. Мы нацелены на результат решить эту проблему. В регионе еще остается 12 проблемных объектов, вопрос по достройке которых не решен. Будущих покупателей строящегося жилья предупреждают, не нужно терять бдительность и гнаться за подозрительно дешевыми квартирами. Разузнать все о застройщике и будущем доме можно в областном министерстве строительства, где всегда проконсультируют по перспективам каждой новостройки. По темпам строительства нового жилья Самарская область в лидерах Приволжского федерального округа. Вопрос обеспечения комфортным жильем всех жителей страны обсуждался и в Кремле на заседании Госсовета, посвященном развитию строительного комплекса. По словам главы региона Николая Меркушкина, в Самарской области есть реальные возможности решить эту задачу в ближайшие 5-7 лет. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Поклонники футбола и коллекционеры всего мира могут пополнить свои коллекции марками с уникальным штемпелем. Он посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года. Его изготовили специально для Самары. В торжественной церемонии гашения приняла участие Лариса Шалафаст. Спасибо. Поздравляю. Оттиск редкого штемпеля Сергей Федькин получил одним из первых. В его коллекции несколько сотен марок в основном на спортивную тематику. И уже есть редкие экземпляры из прошедших ранее гашений, посвященных чемпионату мира. Теперь коллекция пополнилась юбилейным пятым штемпелем. Это очень значимое событие не только для нашего города, а в общем мировом масштабе. У меня два внука, и я думаю, что мои внуки будут очень рады такому подарку от своего деда. Гашение производится эксклюзивным штемпелем, изготовленным специально для Самары. На нем есть название города, указана дата и почтовый индекс главного почтового отделения. В торжественной церемонии гашения принял участие глава города Олег Фурсов. Теперь один экземпляр марки с памятным штемпелем будет храниться в музее городской администрации. Мы готовимся к чемпионату мира 2018 года. И вот события такого рода, они, конечно, очень важны для истории города, для настроения людей, для того, чтобы мы все ощущали ту ответственность, которая связывает нас при подготовке к этому замечательному футбольному фестивалю. Город преображается, вы это видите, появляются новые улицы, ремонтируются старые, меняются фасады домов. Все большее количество людей выходит с инициативами такими общественными, направленными на то, чтобы город становился краше. Мы такие инициативы поддерживаем. Марки, на которых изображена история участия России в чемпионатах мира по футболу, выпущены тиражом 600 тысяч экземпляров. Они разойдутся не только по территории всей России, но и за рубежом. Марки ждут коллекционеры и поклонники футбола в 50 странах мира. Следующее гашение новой партии марок запланировано на август. Сделана почтовая марка с изображением Самарского стадиона, который мы увековечим этим штемпелем и будем гасить в конце августа. Это будет 30 августа и это будет поистине большое событие из Самарской области. Уникальный штемпель выпущен только на сутки. После его изымут. Поставить оттиск все желающие могут в 99 отделении почтовой связи. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Самару может попасть на деньги. И это не фигура речи, а в буквальном смысле. Два символа города претендуют на место на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей. Народное голосование в интернете закончилось на этой неделе. Его результаты самарцев не могут не радовать. Однако это только первый этап. Подробности у Валерии Макаровой. Один из самых известных символов Самары Ладья может попасть на новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Сейчас Самара участвует в федеральном конкурсе на выбор изображения для новых банкнот. И уже прошла во второй этап благодаря активности своих жителей в интернете. Вместо необходимых 5000 голосов мы набрали в три раза больше. Второй этап начинается в августе. Теперь за дело возьмутся эксперты Фонда общественного мнения. Именно они определяют десятку самых популярных городов по версии россиян. Как попасть на деньги в буквальном смысле сегодня обсуждали в общественной палате. Планируют составить коллективное письмо и обратиться за помощью к партнерам в других городах. За место на купюрах борются сразу два самарских символа – ладья и монумент ракеты-носителю «Союз». Победа в этом случае – вопрос престижа. Если мы с вами пройдем второй этап и попадем в третий этап, который, собственно говоря, и будет самый основной, самый решающий, то мы с вами имеем возможность своими руками, своими силами в Самарской области сделать себе постоянный рекламный носитель в виде бумажных денег. Победитель станет известен осенью. Новые банкноты планируют запустить в обращение в 2017 году. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. Раскрыт секрет загадочной дымки, которую уже неделю наблюдают самарцы. Нависшее над городом мгла для здоровья не опасно. Такое заключение сделали эксперты, а также рассказали о причинах ее возникновения. Подробности в нашем сюжете. Самару накрыла мгла. В последние несколько дней над городом появилась устойчивая дымка. Она беспокоит горожан и вызывает массу вопросов. Люди строят догадки, что же это такое и насколько опасно. Дымка, да, напрягает немножко. Напрягает. А что это? Наверное, что-то химическое, наверное, или пожары какие-то. Понятия не имею. Не знаю. Знаю, наверное, климатические какие-то условия такие. Дожди шли, может быть, от этого что-то, испарение какое-то. Сомнению, но не мглу развеяли синоптики. На северо-востоке нашей страны сейчас бушуют лесные пожары. Шлейфы дыма оттуда идут на запад и захватывают Самарскую область. Точки красные, если вам видно, это вот как раз пожары. Вот в этом месте. Но это 23-й, у нас как раз облачность была. Но вы видите, как вот эти вот пожары, в смысле хвосты, шлейфы дыма распространяются на всю территорию. Эффект помутнения атмосферы еще, в общем-то, усугубляется тем, что у нас влажность воздуха все-таки высокая. Высокая, 60-70-71%. Стоит у нас антициклон, он очень обширный. И вот такая воздушная масса устойчивая не позволяет влажность воздуху, испарению влаги из поверхности земли распространяться в высокие слои атмосферы. Поэтому здесь концентрируется, в общем-то, водяной парой и происходит вот такое явление, как мы сейчас видим. Для жителей Самары такое явление не опасно, утверждают синоптики. Ежедневный мониторинг атмосферы в области показывает, что концентрации вредных частиц в воздухе не превышена. Нет и фотохимического смога, атмосфера спокойная. Прояснится воздух уже в ближайшее время, когда изменятся потоки воздуха. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. В Самаре завершился Всероссийский фестиваль регата памяти Владимира Высоцкого. В этом году он проходил в 16-й раз. Знаменитого поэта-музыканта вспомнили любимыми песнями и соревнованиями по парусному спорту. Репортаж с берегов Волги от Сергея Кизоркина. В акватории Волги напротив Самары прошла традиционная Всероссийская парусная регата памяти Владимира Высоцкого. Дистанция – 2,5 морские мили. Это порядка 4 километров. Поворотные бои выставили напротив спусков лейтенанта Шмидта и Ульяновского. От старта до финиша всего один круг. Каждая, даже самая незначительная ошибка, решала исход регаты. Ведь гонит лодку вперед не винт мотора, а ветер в парусах. Большой парус, его называют спиннакер, значительно увеличивает скорость яхты по ветру. На регате Высоцкого она достигала 14 километров в час. Прошлогодний победитель – экипаж мечты. И на этот раз решил забрать себе переходящий кубок. Седьмой сезон участвуем в наших регатах местных. Выходили еще в Тольятти бывало. Экипаж у нас в основном из бывших спортсменов. Ребята занимались все парусным спортом, профессионально. Многие у нас мастера спорта и кандидаты мастера спорта. По быстроходным качествам у нас не самая быстрая яхта, но тем и важнее победа. Через стартовые ворота прошло 25 экипажей из Самары, Тольятти и Сызрани. Лодки поделили на 7 классов в зависимости от размера яхты и площади парусов. Основная борьба за главный трофей Кубок Высоцкого развернулась в самом большом классе парусных судов. Мечтой ракеты «С» и «Сани» «Солнечный». Мечта к заветному призу шла к кратчайшим курсам. Ракеты «Сани» попытались победить за счет быстроходности. Всю регату мечта шла вторым номером, и только финишер оставил всех по своим местам. Я восхищаюсь спокойствием капитана яхты «Мечта», которая победила. Который шел не первый, но он как будто бы знал, что все-таки в конце, при огибании второго, последнего знака, перед финишной прямой, он как будто бы знал, что они все равно их обгонят, перегонят и будут идти впереди. Вот это было очень так, ну, по-спортивному красиво. В регате приняли участие бывшие профессионалы парусного спорта. Они в свое время прошли школы чемпионатов СССР и мира. Здесь самой резвой лодкой оказался Блик. Парусный спорт – это сложный технический вид спорта. Здесь не только необходимы силовые моменты у спортсменов, но еще и тактические навыки. То есть это знание дистанции, чувство ветра, чувство лодки. Это командный, во-первых, вид спорта. Здесь на капитане лежит вся ответственность и за экипаж, и за принятие решений, в итоге, куда лодка идет, в какое направление. Три самые быстрые яхты и самые опытные капитаны получили Кубок Федерации парусного спорта России, переходящий Кубок Губернатора и Кубок Самары. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Ярких вам событий и до встречи.